Сегодня сало купила. Попробуем засолить. Сухим способом будем солить. Такие кусочки вышли со шкуркой. Все как положено. Две штучки. Буду засаливать в такой миске. Снова же, если помните по рецептам грудки сыровяленой, мне очень хорошо нравится использовать лотки с дырками. Она вся продырявлена. Эта емкость, вот здесь, видите, наша просто пробита. И в дне тоже. Сделала уже заранее подушку солевую. Нам понадобится соль, специи, которые вы хотите, чеснок. Соответственно, больше ничего не понадобится. Делаем отверстие ножом и засовываем туда чеснок. Вот так мы кусочки наши нашпиговали чесноком. Так скажу, что чеснок мы любим, его много не бывает. Поэтому остальное я просто-напросто мелко-мелко порежу или даже поровну в чеснокодавилке и намажу кусочки сверху. Только скажу, что не забывайте, что сало – это очень полезный продукт. В общем, если нет противопоказаний или из-за религиозных соображений, соответственно, это мы не будем затрагивать. Употребление сала очень полезно. Оно и желчегонное действие имеет, и даже детям корочку давали погрызть. Ну, короче, наверное, многие из вас уже знают, что весь этот легендарный холестерин, который, типа, как скапливается за сало – это все чушь и ерунда. Все, теперь я хочу… вот не знаю, как сделать. Наверное, я один кусок сначала в специях обмакну, в специях обваляю, а потом в соли. А другой наоборот. Сначала в соли, потом в специях. Постараюсь сделать по-разному, а потом посмотреть, потому что не знаю, где больше специй, лучше или лучше сначала в соли. Как сделать вот. Попробуем так и так. Мело-мело по всей земле, зима настала. Лежала сало на столе, лежала сало. Причем такой огромный шмат, что аж свисала. Лежала сало на столе, кому мешала. Вообще я сало не люблю, но тут прижала, да как прижала. Мело-мело по всей земле. А где-то сала. А я молчу, ведь я еще не проживала. Да, ты на дочку посмотри, как отошла. Скорее всего, это она и съела сала, а я не брала. В семье и в школе почему нам не сказали, что счастье вовсе не в любви, что счастье в сале. Свеча горела на столе, свеча горела. Была бы сальная она, я тоже съела, кому какое дело. Все женщины меня поймут, я вспомню, где виды. Кусочек сала свой на свет, на свет отеля. Прошли сутки. Свининка наша выглядит так. Честно говоря, я слила уже воду, это вот следующее. Слила в два раза больше, чем сейчас вы видите. То есть это как раз та вода, которую соль выталкивает из мяса. Ну то есть, в общем, все идет правильно. Сало я вытащила из соли. По идее, на том куске, который обваливался сначала в специях, соли маловато. На том, который сначала в соли, потом в специях, видно, что соли, в общем, меньше. Соли больше, а специй мало, специй меньше, это видно. Мы эти два кусочка, как по рекомендации, засунем в холодильник на три дня. В общем, они должны просаливаться, вот уже, видимо, я так и не знаю, в каком объеме соли, потому что здесь особо-то соли уже нет. Но, может быть, она как-то уходит вглубь. Попробуем. Все, кладем в лоток и в холодильник на три дня. Вот такой лоток беру, положу сюда один кусочек, второй, закрою крышкой, все, и уберу в холодильник. Вот, как всегда, вы видите, что крышка не подходит? Существует, мне кажется, потусторонний мир лотков, куда они пропадают, или они, или крышки. Так, какая крышка-то может быть у этого лотка еще? Ну, короче, не то. Ну, короче, первая предположенная мной крышка и была правильной. То есть, она является от этого лотка, лоток чуть-чуть покорюбила, и вот поэтому сразу не залезала на него. Все, идем ставить в холодильник. Ставим в холодильник, а в котором уже стоит целая индюшачья нога. Будем хамончик делать. Вот уже второй день стоит в соли, видите? Прям снежная горушка, а не видно, что там внутри. Вот сюрприз вам будет. Так что подписывайтесь на наш канал, с нами будет интересно. Такие получились довольно-таки жесткие уже куски. Запах очень вкусный. Я люблю, когда в сале приличное количество мяска, мясных прожилок. Поэтому все, заворачиваем в пакет и на три дня как минимум в морозилку положим. Потом будем кушать, пробовать. Время настало рассказать про сало. Сало еще никому не помешало. Сало не просто четыре жирных буквы. Сало заменяется на свете продукты. Салом увлекались не самые лица. Сталин ел сало, сало трескосал женицом. Будучи Украиной за свиноводством. Сало даст нам мировое господство. Люди не вертись и различным агитаторам. Они хотят нас накормить салоимитатором. Кричат истошно, остановитесь усвенеть целлюлит. А вы его едите, говоря с холестерином. Не все в порядке. Ты сначала глянь на свои недостатки. Я готов. Дорогой, отведай, пожалуйста, моего сала. Твоего или свинского? Это одно и то же. Твоего приготовления. Да, моего приготовления, конечно. Так, это с травкой. Это соленое должно быть. Пробуй. Травка разрешенная? Да, допустимая. Так, какое вот это, да? Это с травкой? Ну, ты взял, где укропчик лежит? Ну, да. Еще чесночок попался. Вообще класс. Люблю, когда от супруга с утра чесночком попал. Ты прям как горячок будешь. Но, наверное, неадекватно будет. Я без чеснока попробую все-таки. Да. Потому что где-то без чеснока. Угу. Очень вкусно. Соленое? Нет? Да, нормально. Ну что? Вот это солонее. Угу. И более традиционно, скажем так, как я помню, как мама делала. А вот это вот трава очень приятно такое делает, дает послевкусие при прожевывании. В общем, мне этот вариант больше понравился. Значит, сначала обваливать в траве, потом в соли. Соли меньше получается, а специи больше. Здесь меньше соли, здесь соли больше. А заметнее меньше? Заметнее. Хорошо, все, спасибо огромное. То есть для тех, кто любит не такое соленое, соответственно, сначала обваливаем в специях, а потом в соли. А для тех, кто любит посолонее, сначала в соли, а потом в специях. Хотя, по идее, можно смешивать специи и соли, делать одновременно и не запариваться. Но это так, для себя, в общем, отметочку сделала. Всё мы делаем, значит, сначала в специях, потом в соли. Ну, оба варианта хорошие. Достойная тема, да? Но мы любим мясо, кстати, вот это с прожилками. Как-то оно здесь по-другому даже называется. Не всегда не сало, а как-то ещё название какое-то есть. Где мяска много. Тебе нравится, где мяса много? Амон. Ну, нет, конечно. Тебе нравится, где мяса много? Конечно, мне нравится, где мясо. А где белое-белое сало, ты не любишь, да? Ну, нет, почему? С чёрным хлебушком очень даже. Причём в заблуждении, что сало там это яд, нет. Это польза спешна. Наоборот, там есть полезные вещества, поизучайте по вниманию. Да, я говорю об этом тоже. Ладно, всё, прощайся. Ну, в смысле, до свидания. До свидания. Надеюсь, после моего сала до свидания всё-таки. До новых встреч.